Так, а шо мне? Я смог найти жену и девочку, но у них не было QR-кодов. Мне пришлось их спрятать и запереть в укромном месте. Чего? Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал Телька Плей. Я Наташа, мы с вами продолжаем играть в симулятор самоизоляции. У нас наступил следующий день. Какие у меня задания? Пока что ничего нету, но тем не менее мы продолжаем. Я не могу ничего сделать. А где вся моя семья? Странно. Может она в комнате? Я дочку что ли еще? У меня по-моему трупы сломались. Вы слышали какой-то был подозрительный звук? Дорогая дочь, а ты где? Дочь, а? Не, черт, тут никого. Куда все подевались? Так они наверное дома, нет? Слушай, что за хрень? Жена. Ой, я прям... Точно, попробую ей позвонить. Я вспомнил вдруг, что у меня есть телефон. Я походу схожу с ума на самоизоляции. Самоизоляция. Гудки. Что-то не берет жена. На блипараблетушке, небось, пошла зарабатывать. Ну а что делать? Тяжелые времена, тяжелые меры. А дочки, не хотим позвонить? А по-моему толчок засрант. Не, у вас новое сообщение в телеге. Наверное от босса. Скорее всего. Не бойся, они в безопасности. Скорее всего. Чего? Ты кто? Что это за маньяк Сережа тут появился у нас? Я не поняла. А? Кто это? Вы можете переключаться между чатами на телефоне, нажав на стрелочку в левом верхнем углу. Хорошо, спасибо. Можно я продолжу смотреть? Где мой чат? Кто-то мне еще пишет. Начальник. Дима, быстрее иди работать. У тебя на заявок сегодня очень много. И прочитай очередные новые правила на почте. Это крайне важно. Надеюсь, все понятно. Ай, ладно, хорошо. Пошли работать. Ё-моё, ну давай. А что-то я не могу работать. У меня, видимо, нет настроения работать. Можно свет включу? Это темно и страшно. А я не хочу работать, я. Сказать буду, что ты не знаешь, где твои родные. Но они, наверное, пошли кушать? Давайте скажем боссу. Что, я не знаю. Слушай, босс, у меня тут пропала жена и дочка. Да, я чувствую себя плохо. Поэтому сегодня, наверное, я возьму выходной. Б***ь, охуя, охуя, охуя. Работать. Слышь, ты, пошел нахер. А я займусь поиском твоей женушки и дочки. Спасибо, босс. Что, охерел что ли? У меня пропал ребенок, а он такой, иди работать. Давайте посмотрим новые правила Которые нам сегодня пришли Правила выдачи QR-кода Так, младше 65 Предоставить паспортные данные Справка, что человек не болен С авидом 19 Все поля в справке должны совпадать с паспортными данными Результат проверки должен быть здоров Оооо Хорошо, ладно Давайте поехали Работать, да, я готов Бычков, хрен пойми кто Пенсионер, значит, справка, проверяем Бычков Макарий Наумович 53, 16 46, 90 Место рождения, так, справка на ковид Здоров Вроде все хорошо, идите, пожалуйста Следующее Так, что за сообщение в телеге Эй, наша продвинутая нейронная сеть Наружен неправильный водный код, будь осторожен В смысле? А все нормально было, выданное Так, Екатерина, дипломат Но она дипломат Выдать ей QR-код Так, Глазкова, хрен пойми кто 26, 54, 18, 82 22 года, рабочий Хорошо, вроде бы здесь все хорошо По ковиду Глазкова Анастасия Константиновна 26, 541, 880 Все правильно, пусть идет Уже вторая ошибка сегодня Последнее предупреждение без штрафа Ты что, охерел что ли? Какая вторая ошибка? Я все... Все там было нормально? Чего тебе не так? А Болянская, Блянская Юлия, Юлия Якохуиновна 63 года Медвенинск Ну, паспорт правильный А, штампа там не было Там не было штампа Вот я тупая Вот этой вот можно, да, наверное, выдать? Да Ё-моё, вот я тупой Политик Так, политику выдавать Титов Пенсионер 57 лет Отказать У него паспорт какой-то женщины Непонятный Наверное, спер Котов Вася Библиотекой Так, Вася Но это не Вася Вася, пошел в жопу Бабков, хрен пойми Биолог Так, Бабков 36 25, 24, 90 Возраст 31 Биолог Так, вроде бы здесь все верно Результат ковид Штамп есть Вроде бы все есть Иди Зайцева Мартина Депутат Так, депутат пошла нахер Хрен пойми Художник Так, Зинаида 52, 74, 01 24 часа Лузыка такая страшная Результат проверки на ковид Есть печать Совпадает Вроде бы как Иди, пожалуйста Главное, чтобы мне штраф не выписали За сегодняшую работу Так, Сиомин пенсионер Сиомин Афанас Ни хрен пойми Э, в смысле? Подождите Афанас Жена и дочка Так и не вернулись Позвонить дочери Доча Может быть Они пошли В другой дом Куда пропала Моя жена А где моя семья? Я не понял Позвонить жене Алло Может быть Они в отпуск уехали? В деревушку какую-нибудь Надоело просто жить В говне И они такие Хватит И это терпеть Вызвать полицию Алло Это полиция Спасите Помогите Жена пропала Когда убьют Тогда и приходить Отлично Тогда я ничего Не могу не делать Нужно этому деду Дать Эта самую Штуку На, выдаю тебе Последний QR-код На сегодня И что мне делать? Где моя Семья? Почему я должен Один в этом доме Что-ли будет? И что, мне телевизор Посмотреть? Хорошую вечер Жители Юблинской Федерации В эфире ваша любимая Челлендж Шонна На первом государственном Канале Сегодня мы возьмем Интервью Самого известного бомжа Так мы это все видели И что, мне спать идти, что ли? А, нужно еще счета платить Ё-моё Деньги Ну окей Больше сообщений Каких не пришел Пошли спать Я буду спать Башка раскалывается Мне срочно нужно в туалет Ну пойдем А где туалет? Я ничего не вижу А че так темно? Ой-ой-ой У меня, по-моему, что-то с головой Ребят Где я? А? Что это? Это мой фонарик? Че это? Что это? Где я вообще? Я не понимаю Да что? А Телевизор Так, значит Здесь кровать От кровати Идем жопой Как мне дойти до туалета Если я не вижу? Где я вообще? Во Свет Че-то так темно стало Это что такое здесь? Что? Да я че, дурак что ли? Че за За лесгинкой Не понимаю Пойдем Так, это дверь Хорошо Нужно везде Включить свет Потому что я Ни хрена не вижу Фонарь Вообще не светит Вот вообще Ровным счетом Ни хрена Так, это на кухне Это в туалете Вот туалет Писаем Все, отлично Могу теперь Наконец-таки Отлить Может быть просто Камни в почках Бьют как бы На животик Поэтому получилось Что получилось Смываем Господи, что так страшно И громко Здесь включим свет Я кушать хочу У меня есть какие-нибудь Таблетки Или что-то вот Чтобы как-то улучшить Мое состояние Может быть в ванной Лежат таблетки Ну-ка Здрасте Таблетки есть А если найду Какие у меня вообще цели? Телега Кто это? Уже вторая Это Может быть у меня просто стресс Такой стресс Такой стресс Пойдемте спать Опа Чего? Кто? Я че? Убил свою жену? Там были два кровавых Лужных Пятна День 4 Потеря реальности Да ладно А то мы не поняли Это был четвертый день Самоизоляции Жены и дочки нет дома На работе полно дел И тебе некогда их искать Похоже, что ты сходишь с ума Спасибо А денег-то у меня Смотри Много Отношений в семье Отличный Уровень стресса Высокий Ну конечно Да Я вон Упал В обморок Среди белого Рабочего Не Нужно собраться С мыслями Да Здесь тактика Где я вообще Ты че Всю Это что ли На полу спал А фонарик работает Да у меня Выключу его То есть реально Никого дома нету До сих пор Доча Женуля Где она Почему ее тут нет Попись не хочешь Нет Не хочет Где же она Черт И тут снова Что за хрень происходит Чувак Ты сходишь с ума У тебя вон туалет Разговорит Говорит Кажется в нашем туалете Завелись йоги Может по телевизору Что-то дельное Показывают Давай пойдем посмотрим А работать когда Здравствуйте Жители Юблинской Федерации В эфире Новости На первом Государственном Канале Здесь вы узнаете Все что нужно знать Каждому гражданину Юблинской Федерации Сегодня в Бургерстане проходят митинги и лутинги. Мы такого никогда... Понятно, митинги и лутинги, ясно. Чего там такое в сообщение пришло? У тебя есть шанс спасти их, не упусти его. Как? Что здесь происходит? Чего? Что за маньячелла тут поипался внезапно? Так хорошо все начиналось? Я не понял, алло. Начальник пишет, да? Доброе утро, Дима. Как ты себя чувствуешь? Да херово. Я пожалуюсь. Я себя чувствую просто отвратительно. Мне сегодня точно нужен выходной. Потому что сегодня ты обязан работать. Слышь, начальник, не доводи меня. Сегодняшняя дня правил стало больше. Давать QR-код только медикам и госслужащим. Помимо вчерашних указаний, должна быть справка с семью печатями. О боже. Еще одно правило, которое озвучится по телевизору и держится в секрете. Чего? Какое правило? Если будет ошибка, то нужно будет казнить человека. Для тебя это только одна кнопочка. Об остальном уже позаботятся все остальные. Чего? Чего за хрень? Понимаю, приступаю к работе. Так, а шо мне... Я смог найти жену и девочку. Но у них не было QR-кодов. Мне пришлось их спрятать и запереть в укромном месте. Чего? Ты че дурак? Когда это безумие окончится, им ничего гражданин будет, я их верну. А теперь можешь работать. Чего? Спасибо, босс, я вас не подведу. Чего? Так, а че за секретная информация, которая только на телевизоре? Надо понять. Так, в эфире новости это мы слышали. Каждому гражданину. Ничего себе, ты представляешь, какие сложности? Митинги и лутинги. Окей. Мы такого никогда не допустим. Понятно. Все под контролем. Сталь, жаловаться на галлюцинации и пропаже родственников. Родственников? Ох! Ага. Ладно, я понял. Пропажа родственников это что ли дополнительный симптом? Может быть мне на почту прислали? Давайте посмотрим. Да подождите, мне надо почту прочитать. Так, че пишут? Младший, 65, медицинский работник, паспортные данные, совпадать. Справка, все совпадают с паспортными данными, разрешение до здоров. Поставлена печать. Должно быть разрешение на перемещение. Совпадает с паспортными данными, разрешение должно быть поставлено в печати следующих министерств. Иностранные дела, здоровье, правды, изобилие, счастье, любви, чести. Чего? Ладно, давайте пробовать. Так, Кузьмин, пенсионер. Давайте посмотрим, значит. Фотография совпадает, 52. Я-я, 85, 5, 16, 75. В паспорте все отлично. Здесь нет печати. Приговори к смер... Че? Какая нахер смерть? Ты че, дебил? Эээ... А можно я другого возьму? В смысле? Почему к смерти-то? Только за... Братан, ну извини. 85. То есть мне его тоже к смерти надо приятывать, да? Чувак, извини. Но мне придется вас почистить. Медицинский работник. Так, медицинским работникам сказали выдавать всем. Независимо от того, заражен. А, ну извини, ты заражен. Так, медицинский работник. А, вроде бы у него все здесь хорошо. Здорово, печати есть. Все, зашибись. Фотографии совпадают. Маша, Маша. Разрешение на перемещение. 7 печатей. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мне кажется, ей можно выдать QR-код. Мне кажется, у нее все нормально. Так, продавец. Здоров, но нет печати. Чувак, у тебя нет печати. Нет печати. Пошел в жопу. У тебя нет печати на твоей справке. Так, Круглов Геннадий. Медицинский работник. Так, здоров. Все, идите, пожалуйста. Одного человека сегодня выпустили, представляешь? Или двух. Так, у этого чего-то не хватает. У этого нет справки. Чувак, у тебя нет справки. Ты знаешь? Извини, но мне придется тебя приговорить к смерти. Охрен я вообще делаю. Почему? Василий ХЧ 98, 54, 88. Здесь все так. Проверка на ковид. Здоров. Мужик, тебе кажется, пока везет. 7 печати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Иди, пожалуйста. Вот это да, ты прикинь. Я людей к смерти приговариваю. Так, физик. Физик. Фотография совпадает. Пестрова Азия Алексовна. Хорошо. Проверка. Есть штамп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да ладно, я ей дам. Блин, да ладно. Эй, да пошел в жопу. Там, ну подумаешь. Медицинский работник. Давайте у медицинского работника проверим только справку. У нее все это есть? Выдать QR-код? Да в смысле? Ой, да пошел ты в жопу. Я вон закончила. Я закончила. И где мои счета? Пришли новые счета, но я на оплату. Не помню, куда я их положил. Да что так темно? А можно свет включить? Вообще нихера. Шнина, можно я буду работать? Я могу выдавать им QR-коды. Смотри. А, ясно. То есть не могу, когда день закончится. Ладно. Если я сейчас включу свет, у меня будет хоть вообще хоть что-то здесь? Вообще нихрена не видно. Это компьютер, доча. Блин, у меня даже здесь нету ничего. Ни стола, ни хрена. Нужно найти счета. Вот они. Оплатить. Куда он делся? Да. Да. Самоизоляция, она такая. Самоизоляция. Может быть, он где-то здесь? Слушай, мне кажется, мы просто спились и все. Тебе так не кажется? Вот он счет. Что происходит? Я тебе отвечаю. Мы либо болеем, либо я не знаю что. Вот они опять. Вот оплатила. Это птица? Это самолет? Что было? Что за херня? Это что? Куда я иду? Что за темный туннель? Ладно. Я иду. В конце туннеля должен быть по-любому свет. Так, лучше смотреть на ноги. Потому что здесь хотя бы хоть какое-то есть отражение того, что здесь происходит. Потому что что-то игра вне... Это лабиринт? Бляха, нахера мне... Ооо. Ясно. И ходили они здесь 500 тысяч лет. Потому что непонятно было, куда идти. Но может быть, рано или поздно я выйду. Рано или поздно я куда-нибудь выйду. Куда-нибудь, да, выйдем с тобой. Ну-ка. Сюда. Проблема в том, что очень плохо все видно. Так, здесь тупик. Хорошо. Вот здесь был еще какой-то поворот. Надеюсь, не тупиковый. Пошли сюда. Куда мне нужно дойти? Так, тупик. Я не понимаю, что сейчас происходит. Вчера эта игра была прикольной. Сегодня какой-то трэш происходит. Не знаю, что это такое и что происходит. Опять тупик. Да иди ты нафиг. А можно я отсюда выйду, пожалуйста? Мне не нравится бесцельно ходить по тупикам. Это не есть хорошо. Тут мало того, что очень плохо все видно. Ладно, пойдем сюда. Куда идти-то, е-мое? Здесь, наверное, тупик. Нет. Вроде бы есть проход. Выпей таблетки. Пей, пей. А кто это говорит? Пей таблеточки. Это кто это такой? Что за хрень? У вас новое сообщение в телеге. Ну-ка. Это мой начальник, что ли, на мною издевается? Что, придурочный, что ли? Привет, Дима. У нас произошли небольшие изменения в графике работы. Теперь ты будешь дополнительно работать в ночную смену. Садись, работай за компьютер. Что, херел, что ли? Какая ночная смена? А спать когда я должен? У меня жены нету, никого нету. Ладно, давай работайте в ночную смену. Да, я готов. Продавец. ЦЕ. Так, продавец совпадает. Справка есть. Семь печати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Извини, но у тебя нет печати. Одной не хватает. Пенсионерка. Сорок девять лет. Чему? Здорово. У нее нет печати. Приговорить к смерти. Извините. Медицинский работник. Ну, медицинский же. Так, у вас новое сообщение. Меня штрафовали? Ты ошибся. Штраф. Охерел, что ли? Ладно. Сам сказал, выдавай всем медикам. Ладно, не будут. Пошли тогда медики в жопу. Так, у Маркова есть у этого байкера. Вроде бы пока. Семь печатей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, у него все печати есть. Какой я ошибся? Ты что, охерел? Какой я ошибся? Записка. Что пишет? Пожалуйста, пощади. Заниматься новостями это мое призвание. Нет. Извини. Мне сказали, записка. Так, мне все начали присылать записки. Если пощадишь, позову тебе вечернее шоу. Нет. О чем мне пишут-то? Этот человек делал новости для всей страны 40 лет. Полагаю, он тебе уже совсем надоел. Ну, ты и моссор. Он приглашал на передачу разных-разных людей от бомжей до звезд. Теперь его не стало. Мне нравилось смотреть его шоу. Чего? Бездомный. Братишка, будь братюней, твой брат. Ладно, пусть бомж живет. То есть, я должна выбирать между боссом и этим самым, да? Выдал неверный QR-код. Штраф. Еще один человек в стране будет благодарен тебе. Чего? О, это моя жена. Любимый, не поддавайся на шантаж. Я тебя люблю. Нет, своей жене я выдам QR-код, конечно. Это моя дочка. Дочка. Че дочка? Папа, мне страшно. На тебе QR-код. И сейчас у меня все мои деньги, что ли, уйдут? Иванов. Это я. Думай своей головой. Нужно написать боссу о проделанной работе. У вас новое сообщение в телеге. Мне кажется, меня уволили. Так, поздравляю, ты выжил. Я сделал работу? Шо дальше? Молодец, Дима. Юблинская федерация гордится тобой. Пора возвращаться. Куда? Чего? Я че, бухаю что ли? У меня какой-то очередной приход в жизни или что? Шо происходит? О, жена. Конец. Моя жена вернулась. Что происходит? Че за... Че за... Че за хрень в конце? Что это? Я выдавала пропуска. Я был прекрасным человеком. Ну, правда, до хрена народу погибло. Но это уже совсем другая история. Так, а че-то будет какая-то сцена после титров? Самоизоляция Нас вела с ума Самоизоляция Там вон бомжар стоит, походу. Все? Ты вышел из комы. Ты пробыл в ней три дня. Твоя жена и дочка рады, что ты снова в норме. Все плохое позади. Вас ждет счастливая жизнь. В смысле, я был в коме? Я был в коме? А почему? Я был в коме. Окей. Но это была занимательная игра. В коме полежали. Мне понравилась. Хорошая игра. Как тебе? Пиши свое мнение в комментарии. Мы ее прошли вот так вот быстро, просто. Под конец все-то как-то сумбурно получилось. Не знаю, почему так. Но, в принципе, неплохо. Мне понравилось. Подписывайся на мой каналчик. Поддержи меня лайком. А мы увидимся с тобой же очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok